В Новосибирске консервируют ливневку. Сколько водоприемников в мегаполисе и какие пути для отвода воды перекроют, выяснял Константин Клещин. Городская магистраль должна обладать двумя противоположными качествами. Твердостью, но при этом быть сродни губки, впитывать воду. Иначе как избавиться от лишней влаги? Эту роль выполняет ливневая канализация. Но у нее есть ахиллесовая пита – водоприемники. Сюда забивается грязь. А раз зимой дорогу посыпают песко-соляной или пескогравийной смесью, то весной беда неминуема – потоп. Поэтому водоприемники закрывают. Работа в две смены. Днем нас все видят, а ночью все люди, как говорится, спят и некоторые там не видят. А ночью, конечно, идет у нас и работа, и ручной работы, и мы закрываем также и ливневки. Все это, все идет, вся работа. Рабочие поднимают решетки, промывают водоприемники и смотрят, как уходит вода. Если плохо, включают насос. Потом на колодец кладут мешок. Работа сезонная. От нее в Сибири, по мнению специалистов, нельзя отказаться, даже если в отрасль приходят новые технологии содержания дорог. У нас пока еще мы не перешли полностью на реагенты, только на реагенты. Мы все равно используем ПГМ, потому что реагенты используются при определенных температурных условиях. А у нас перепады температур бывают за зиму очень большие. И то есть все-таки у нас используется комбинированная обработка дорог в зимний период. Есть и другие тонкости. Например, последними закрывают колодцы, которые находятся в нижних точках ливневки. На Красном проспекте это в районе станции метро Гаганинская. Всего же предстоит законсервировать почти 5000 водоприемников. Четверть объема работ уже выполнили. Единственный вопрос, который пока остается без ответа, когда в Новосибирске продолжат строить ливневую канализацию. Хватит ли существующих мощностей? Весна покажет. Константин Клещин, Родион Токарев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова